Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. Слушайте программу Очевидец во вторник в 11 утра. Здравствуйте, доброе утро, уважаемые слушатели. Действительно, это программа Очевидец. Очевидец. И сегодня проведу ее я, Олег Пека. Проведу ее вместе с нашим гостем сегодняшним. С историком-публицистом Виктором Гущиным. Здравствуйте, доброе утро или добрый день. Здравствуйте, добрый день. Да, мы сегодня поговорим о истории города Латвийского. Который, может быть, не столь знаменит, как Рига. Но, тем не менее, настолько же интересна его история. История города Йоговы. Который, я понимаю, вам близок хотя бы даже тем, что именно в этом городе вы появились на свет. Может быть, несколько слов, с чего начался интерес к городу? И с чего началось собирание большого массива материалов, фотографий, документов, которые связаны с этим городом? В 1984 году я вернулся в Ригу после окончания исторического факультета Ленинградского государственного университета. И поскольку я проживал в Йогове, я стал интересоваться историей этого города. И вот тогда же я начал работать в библиотеке, собирать материалы по истории города. А в начале 90-х годов я начал работать в Латвийском государственном историческом архиве, где также стал знакомиться с документами по истории города. Вот уже прошло более 30 лет, как я собираю эти документы. В эпоху интернета появилась уникальная возможность получать довольно много фотографий, документов по истории города из архивов разных стран, из библиотек разных стран. Я хочу здесь поблагодарить своих коллег-краеведов, Кирилла Соклакова, Норманда Рейчса, Юрия Сашу-Зашу, Эдгара Умбрашко, которые очень и очень мне помогают в моей работе. Конечно, я хочу высказать слова благодарности и в адрес Елгавского городского музея истории и искусства имени Гетерта Элиаса, а также бывшего директора Рондольского дворца-музея Имман Талансманиса, которые также мне помогают и фотодокументами, документами, но и очень важно рецензии тех работ, которые я готовлю к публикации. А, кстати, вот о публикации, я, насколько понимаю, сейчас должна выйти даже не одна книга, а несколько томов, посвященных городу. Именно ваш труд, вот, может быть, несколько слов об этом? Ну, первая книга вышла в 2019 году. Это была книга, посвященная истории боев за город. Мне впервые удалось по дням и, может быть, по часам восстановить историю кровопролитнейших боев за Елгаву летом-осенью 1944 года. К этому времени я уже представлял, насколько значительен будет труд общий по истории города. Он будет включать в себя шесть книг по истории Елгава в период Курлянского герцогства. В 2020 году вышли первые три тома. Он будет включать в себя, ну, сложно мне сказать, сколько томов. Порядка тринадцати, наверное, томов по истории Елгавы в период Российской империи. Вот здесь вышла уже книга по истории строительства Елгавы в первой половине девятнадцатого века. И сейчас готовятся к печати еще две книги. Первое... Так, у нас, к сожалению, что-то с телефонной еще и связью случилось. То есть мы попробуем сейчас, попробуем восстановить связь, да, пока мы пытаемся восстановить связь, я напомню, что сегодня в программе очевидец Виктор Иванович Гущин, историк и публицист, который очень много лет посвятил изучению истории родного города, города Елгавы и накопил очень большой массив материалов, документов и фотографий, которые он в том числе искал в архивах лично. И вот как мы уже узнали, помогали ему многие латвийские историки, краеведы и директора музеев. Так что целая серия книг уже начала издаваться и будет продолжено издание. Вот, да, мне кажется, мы сейчас восстанавливались. Да, но вот до конца этого года и в первые месяцы 22-го года я планирую выпустить еще две книги по истории Елгавы в период Российской империи. Первая книга будет посвящена истории Елгавского дворца с 1795 года по 1917 год. Вот эта книга полностью основана на архивных документах, которые ранее никогда не публиковались. Документов из Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге и Латвийского государственного исторического архива в городе Риге. И вторая книга тоже очень интересная, будет посвящена двукратному пребыванию в Митаве французского короля в изгнании Людовика XVIII. Как известно, он в Елгаве проживал с 1798 года по 1801 год и с 1805 по 1807 год. Вот это вторая большая серия книг. Третья серия будет посвящена истории города в период между двумя мировыми войнами. Она будет включать в себя том, посвященный истории 2019 года, включая Бермонтиаду. И здесь, конечно, мне будет очень любопытно привести документы, посвященные теме разрушения города в ноябре 2019 года. Сейчас общеизвестным является факт, что это сделали бермонтовцы. Однако есть документ, который свидетельствует о том, что на самом деле армия Латвии, которая наступала на Елгаву, с трех сторон начала сильный артиллерийский обстрел Елгавы. И именно этот артиллерийский обстрел привел к разрушениям и сожжению известных всем нам памятников архитектуры. Четвертая серия будет состоять из шести томов. Вот сейчас я работаю над первым томом, посвященным теме перемен 1940 года. Далее второй, третий и четвертый том уже также опубликованы. Второй том, посвященный истории Елгавы в период нацистской оккупации. Этот том также полностью основан только на архивных документах. И здесь я хочу отметить, что впервые приведена биография Мартынша Вагуланца, руководителя карательной группы, которая уничтожала еврейское население, коммунистов, профсоюзных работников в июне, первой половине августа 1941 года. Здесь же приведены уникальные, на мой взгляд, архивные документы, посвященные теме «исправления» памятника Лачкесису, который стоял на привокзальной площади в Елгаве. Третий том, как я уже упомянул, посвящен теме боев за город. И, наконец, четвертый том посвящен истории восстановления Елгавы в послевоенный период. Слово «восстановление» я беру в кавычки, поскольку на самом деле речь шла не о восстановлении города, а о том, чтобы на месте старого города построить новый город. И с новой сеткой улиц. И вот это обстоятельство предопределило снос нескольких десятков хорошо сохранившихся, но выгоревших во время боев зданий. Сохранение вот этих зданий могло сохранить уникальный исторический облик Елгавы, сохранить преемственность Елгавы довоенной с Елгавой послевоенной. К сожалению, этого сделано не было. Пятый том вот из этой серии будет посвящен истории восстановления Елгавского дворца. И шестой том, который выйдет, наверное, в двух частях, будет посвящен периоду с 1945 по 1991 год. Условное название вот этого тома Елгава в период Сталина, Хрущева, Брежнева и Горбачева. Ну и я, конечно, хочу еще выпустить несколько книг, посвященных истории города в период после 1991 года. И до наших дней. Ну, получается, всего... Это такое действительно очень впечатляющее огромное количество томов. Вот насколько этот замысел... Ну, не пугает ли размах вот этого замысла? Ну, вы знаете, вы знаете, не то чтобы пугает, я просто очень поздно начал эту работу. Мне надо было начать публиковать книги раньше, потому что подготовка к печати каждого тома требует, ну, большой работы. При том, при том, что предварительная публикация вот всех этих работ, она состоялась в середине 90-х годов. И сейчас я просто кладу это на макет отдельных книг. Очень много доработанного материала добавляю и, ну, оформляю как отдельное издание. Но хочу сказать, что вот первая публикация предварительная, она состоялась еще в середине 90-х годов в Елгарской городской новой газете. И часть материала была опубликована в русскоязычной версии газеты «Биена». Насколько сложным является вот чисто даже физически и материально вот издание всего этого массива вот документов, фотографий? Насколько вот удается найти финансирование для вот этого издания? Ну, это очень сложный вопрос. Вопрос каждый раз для издания каждой книги приходится искать финансирование. Это очень непростая и тяжелая работа. Ну, пожелаем удачи, действительно, потому что, насколько я понимаю, история города будет на долгие годы практически, ну, не то чтобы закрыта, но во всяком случае вопрос истории города будет доступен каждому, кто интересуется просто взять соответствующий том с полки и посмотреть, полистать. Ну, во-первых, я хотел бы продолжить вашу мысль и сказать, что история Елгавы очень интересная, очень богата и событиями, и интересными людьми, которые в разное время в ней побывали. Здесь побывали практически все императоры Российской империи. Калиостро, Казанова, Бирон, Меньшиков и так далее, и так далее, и так далее, расстрели, наконец, да. Вот. То есть, история очень интересная. И при этом до настоящего времени вот такого последовательного изложения истории города создано не было. Есть отдельные работы, посвященные отдельным узким вопросам, но последовательного изложения истории города от его основания до наших дней вот на сегодняшний день, к сожалению, нет. Что касается иллюстративных материалов, то их на самом деле очень много. Я уже отметил помощь своих коллег-краеведов, помощь со стороны Елгавского городского музея истории и искусства имени Гадерта Элиаса. Но я хочу еще отметить, что огромный массив планов, карт и иллюстративного материала находится в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Как известно, с 1795 года Курляндия входила в состав Российской империи, и с этого времени все материалы по истории города откладывались в Санкт-Петербурге. И на сегодняшний день там имеется и огромная коллекция планов Елгавского дворца, и огромная коллекция планов строительства Митавы. Точно так же и в других музеях, библиотеках, в архивах Москвы, Варшаве, в библиотеке Венской музеи, в Стокгольме. Имеются отдельные иллюстративные материалы, которые можно запрашивать, покупать и затем использовать как иллюстративный материал при оформлении книги. — Насколько история города могла бы действительно послужить источником вдохновения для писателей, поскольку мы прекрасно знаем, насколько французскую историю знает весь мир, в основном по романам Александра Дюма. Борис Акунин с огромным удовольствием сейчас проходится по истории России и пишет много исторических романов на эту тему. Вот нет ли у вас искушения, во-первых, попробовать написать что-то по мотивам библиотристики, или вот ваше мнение, какие эпизоды из жизни города могли бы послужить основой для таких вот авантюрно-приключенческих романов? — Ну, честно скажу, я как бы не готов к тому, чтобы писать романы по истории Елгавы. Я увлечен изложением очень сухих документально подтвержденных фактов по истории города. Вот мне кажется крайне важным написать такую историю города, которая была бы основана на архивных документах и которая не подвергалась бы никакому сомнению. В дальнейшем, конечно, может вставать вопрос о том, чтобы, скажем, экранизировать историю пребывания, опять же, двукратного пребывания в Елгаве архитектора Ростелия. С 1938 года по 1940 год и с 1963 года по 1967 год, примерно так. То есть вот очень интересная история пребывания архитектора в нашем городе. Здесь я хочу просто еще напомнить, что супруга архитектора Ростелия, баронесса Мария фон Олес, была похоронена в Елгаве у стен Реформатской церкви, которая находилась рядом с рекой Дриксей. Опять же, двукратное пребывание Людовика XVIII в Елгаве, пребывание Александра Павла I, Александра I, Петра I, Меньшикова. Очень интересная история, связанная с борьбой за Курлянское герцогство в 20-е годы XVIII столетия, когда Александр Данилович Меньшиков пытался навязать свою руку и сердце будущей российской императрице Анне Иоанновне, которая в то время пылала страстью графу Морицу Саксонскому и желала выйти замуж именно за графа Морицу Саксонского. То есть, на самом деле, авантюрных сюжетов в истории города огромное количество. И я хочу отметить, что Валентин Савич Пикуль, наш знаменитый писатель, некоторые из этих авантюрных сюжетов уже описал в своих романах. Вот, так что здесь работы еще может быть очень много. — Насколько, вот если, на Ваш взгляд, историка, судьба вот Курлянского герцогства, могло ли оно сохранить свою независимость, и вообще была ли конкуренция тогда вот между Митавой и Ригой, и вот что все-таки предопределило этот исход? — Это был раздел Польши, очередной раздел Польши. И, в общем-то, от России зависело, войдет Курлянка в состав Российской империи или нет. Здесь надо напомнить, что Лантак Курлянского герцогства приняло решение просить Российскую империю принять герцогства в состав Российской империи. Но Екатерина II до последнего момента выжидала благоприятного расклада сил на международной арене. И только когда вот начался очередной, окончательный раздел Польши, и когда Курлянское герцогство, если бы его не взяла в себе Российская империя, перешло бы к другим участникам этого процесса, только тогда Екатерина II согласилась принять Курлянский герцог в состав Российской империи. И я думаю, что это было крайне положительное решение для Курляндии, поскольку отныне латышский народ оказался объединен в рамках одного государства, и начался быстрый процесс формирования единой латышской нации. Это первый момент. Второй момент. Россия постепенно, пытаясь уменьшить влияние немецкого дворянства, как в Курляндии, так и в Лифляндии, поддерживала латышский язык и латышскую культуру, пытаясь тем самым уменьшить значение немецкого языка и немецкой культуры. Причем делала это в значительной мере за счет русского языка и за счет русской культуры. Вот. Это второй момент. И третий момент, на который надо обратить внимание, это то, что, скажем, латышский театр, школы с латышским языком обучения, дома латышских обществ, они строятся именно, появляются и строятся именно в конце 19-го, начале 20-го века при самой активной поддержке Российской империи. То есть я бы отметил, что вот вхождение Курляндии в 1710 году и Лифляндии в состав Российской империи сыграло крайне положительную роль в истории латышского народа. Ну вот вы уже упомянули немецкое дворянство, насколько немцы играли большую роль вот в истории Курляндии, ну и в частности ЛГАВА, и менялся ли вот национальный культурный состав городских жителей на протяжении, ну вот, скажем, какого-то длительного времени? Ну, безусловно, менялся. Немцы вплоть до конца 19-го века играли определяющую роль в административном управлении города. Все образование велось на немецком языке. При этом вот национальный состав был примерно таким. Вот 10 тысяч населения в самом начале 19-го века из этого, из этой численности примерно только 280 семей представляли русское население. А в основном это были немцы, евреи и латыши. Немцы, евреи и латыши. К началу Первой мировой войны население города составляло примерно 45 тысяч. 45 тысяч. И в результате промышленного, дурного развития всей Латвии, или Фляндии, и Курляндии значительно увеличилась прослойка русскоязычного населения. Но и латыши к этому времени уже превратились в такую достаточно зажиточную прослойку, которая имела и свои банки, и свои кредитные общества, и, как я уже упомянул, собственный дом латышского общества, который был построен на улице Кателю. К этому времени, вот к началу, ну, к 1914 году руководство губернии было представлено уже людьми русскими по национальности. Но немецкое влияние по-прежнему оставалось очень сильным. Ну вот вы упомянули тоже промышленное развитие. Вот как все-таки рассвет города, именно как промышленного центра, в какое время происходил, и насколько вот можно, ну, оценить вот развитие этого промышленного потенциала на протяжении, ну, вот, опять-таки, там, 19-го и даже 20-го века? Ну, надо сказать, что в самом начале 19-го века промышленности, как таковой, в городе не было вообще. Первые промышленные предприятия появляются где-то в 20-х годах 19-го столетия. Но это единичные примеры. С началом строительства железной дороги из Риги в Йелгаву, из Витебска в Йелгаву, значит, строительство двух мостов через реку Аа, которая сегодня называется Лелупа, вот это дало мощный толчок к развитию промышленности в самом городе. Развиваются и металлообрабатывающие производства, развиваются и льноперерабатывающие производства и многие-многие другие предприятия, включая пивоваренный большой завод, кроечца и так далее, и так далее. Надо сказать, что к началу Первой мировой войны Йелгава, Митава на тот период времени была достаточно крупным промышленным центром Латвии, но на тот период времени Курляндии, конечно, в своем развитии она отставала от Риги. Но это был достаточно крупный промышленный центр. Да, пожалуйста. Да, да, я слушаю. Просто как раз таки вот мы говорим о том, что она чуть-чуть отставала, она отставала от Риги, но тем не менее, вот интересно, в какой момент она в качестве промышленного центра она достигла своего, ну, «Зенита». Ну, я бы здесь сказал, что в период Советского Союза, правда, вот так называемое восстановление города в послевоенный период привело к ликвидации, к сносу очень многих объектов культуры. И промышленное быстрое развитие города, оно одновременно шло со значительным отставанием в развитии учреждений культуры. И вот этот разрыв сохранился вплоть до 91-го года. Театр в Елгаве существовал с начала 19-го века. Это был так называемый театральный дом мэйра, и театр был в Елгаве вплоть до 1944-го года. А потом, к сожалению, вот это театральное здание было снесено. Вот, и несмотря на то, что неоднократно обсуждался в послевоенные годы вопрос о строительстве нового театрального здания, театр так и не был в Елгаве построен. Нет его и в настоящее время. Вообще, я хочу отметить, что вот эта вот тенденция отставания в культурном развитии города от промышленности, она сохранилась и по сию пору. Более того, я хотел бы отметить, что если, скажем, вот сегодня Лепе, Венселс, Резе, Огре достаточно активно строят новые объекты культуры и концертные залы, и библиотеки, вот, то Елгава в этом смысле похвалиться тактически ничем не может, исключая только открытый концертный зал Митова на почтовом острове. Но этот концертный зал не круглогодичный. Представление в нем проводится только в летние месяцы. Таким образом, вот, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что пика своего в промышленном развитии Елгава достигла в период пребывания в составе Советского Союза, Латвийск, СССР, вот, но одновременно в это же время наметилось очень серьезное отставание в плане развития учреждений культуры. А вот не сыграла ли это роковую роль близость с Ригой, поскольку буквально там, ну, 45-50 минут, и можно добраться до столицы, и опять-таки здесь все театры, музеи, вот, не сыграло ли здесь вот какое-то такое, то, что Венспиллс, Резекна, они достаточно удалены от Риги и имеют стимул развиваться, развивать культурные объекты? Ну, вы знаете, отчасти могу с вами согласиться, но только отчасти, поскольку все население города не поедет в Ригу ни на представление в цирк, ни на спектакли в театр, и ни на какой-то концерт, который будет проходить в столице. Все население гораздо более активно участвовало бы в культурной жизни, если бы эти учреждения находились в Елгаве, как это было раньше, до 1944 года. Ну, вот уже буквально осталось несколько минут, но вот не могу не спросить, что сейчас посмотреть вот тем, кто приезжает, хочет познакомиться с Елгавой, учитывая, что город был практически отстроен заново, но тем не менее, какие объекты достойны того, чтобы их посетили туристы, ну, просто вот жители Риги, которые могут на выходные приехать? Мне кажется, таких объектов осталось очень мало. Вот историческая застройка сохранилась на Зенгольском проспекте и на улице Академии, где находится историческое здание Академии Петлина, первого полувуза, полууниверситета, который был создан в 1775 году. Рядом с этим зданием находится историческое здание Церкви Святых Семёна и Анны. Далее на углу улицы Академии и улицы Большой, сегодня улицы Лела, находится башня Церкви Святой Троицы. И за мостом через реку Дриксу находится самое крупное строение в стиле барокко в Восточной Европе, которое было построено по проекту архитектора расстрелия, это Елгарские двори. Вот это, наверное, основные объекты, которые сегодня можно посмотреть в нашем городе. Я неоднократно высказывался в прессе на тему необходимости восстановления отдельных зданий для военной застройки. В частности, дворца графа Палина, дома барона фонда Роппа, здания окружного суда и некоторых других зданий, которые могли бы украсить наш город и восстановление которых в настоящее время. Пока еще возможно. Но вот сохраняется заложенная в 44-45 годах тенденция на строительство нового города, никак не связанного с довоенным городом. И это вызывает только сожаление. Ну что же, спасибо огромное. Виктор Гущин, историк и публицист, был сегодня с нами в программе «Очевидец». Хочется пожелать успехов в издании книг по истории Елгавы. Всего доброго, хорошего дня, удачи вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok